Доброго, бодрого вторника, друзья! Вы смотрите «Утро» на телеканале «Тюменское время» и целых полчаса сегодня с вами буду я, Зина Калугина. У меня для вас много новостей, много полезностей. Сегодня я расскажу и как правильно выбирать клубнику, и как вырастить красивые петунии. Расскажем о том, как в Тюмени прошел праздник дружины Ермака. А еще я вам сегодня покажу классную утреннюю зарядку. В общем, интересного много, и давайте обо всем по порядку. Но начнем мы, конечно же, с розыгрыша, ведь команда программы «Утро» в разгар дачного сезона очень хочет подарить нашему самому активному зрителю нужную и полезную вещь, которая пригодится абсолютно каждому, у кого есть свой дом и дача. И это, друзья, газонокосилка. Шанс выиграть крутой приз есть абсолютно у каждого из вас, но для этого нужно выполнить задание. Во-первых, внимательно смотреть все наши эфиры, включая этот, ведь в них мы прячем секретное слово, и в течение всего выпуска я его буду называть два раза. Ваша задача – это слово запомнить, затем позвонить по номеру 218-200 и просто его продиктовать. Но есть очень один важный момент – в каждом выпуске слова будут разные. И, соответственно, чем больше наших паролей вы запомните, тем выше шанс на победу. Наш замечательный партнер – торговый центр «Хоздвор» на Республике 203. Там вы сможете найти не только газонокосилку, но и все для сада и огорода. Это электротовары, сантехника, двери, обои, мебель, шторы, ковры, керамическая плитка, лаки, краски, а также сварочное оборудование. И еще огромное количество товаров, которые нужны для вашего дома. Ну а розыгрыш проводится при поддержке межрегионального отделения «Союз садоводов России в Тюменской области», «Хмао-Югре» и «Янау». Одно слово прозвучит два раза в эфире, поэтому будьте внимательны и, конечно же, всем вам удачи. Что же у нас в Тюмени с погодой? Если выразиться мягко говоря, то не очень. А если серьезно, то у меня вопросики. Лето, ау, в смысле плюс восемь дождь и ветер? Это ведь очень грустно. Сегодня уже 20 июня, а за окном просто пасмурность. И, ну, соответственно, погода совсем не летняя. Температура воздуха в течение дня от семи до десяти градусов. Небольшие осадки в виде дождя. И самое неприятное, вот для меня прям это ветер. Поэтому, дорогие наши зрители, одеваемся потеплее, кофты, куртки и так далее. И обязательно захватите с собой зонтик. Но есть и хорошая новость. Такая погода будет только на этой неделе, а вот уже со следующей тепло вернется в наш город. Так что не грусти и предвкушаем солнечные деньки. Вообще, на самом деле, радостных поводов у нас предостаточно. Вы же знаете, что сегодня, например, у нас очень много разных праздников. В этот день, 20 июня, мы отмечаем Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Слоны – это свободолюбивые и высокоразвитые животные. Они объединяются в большие семьи с тесными взаимоотношениями, общаясь друг с другом даже на большом расстоянии. В день они проходят по несколько километров, преодолевая огромный путь. В неволе они оказываются лишены всего этого и в конечном итоге живут неполноценной жизнью. Каждый год в этот день защитники животных призывают обратить внимание на проблемы слонов – самых величественных животных современности. Впервые Всемирный день защиты слонов в зоопарках был отмечен в 2009 году. Тогда же активисты движения определили свои основные задачи, главные из которых – освобождение всех слонов мира из неволи. С тех пор этот день отмечается ежегодно. Вы даже можете посмотреть, у меня сегодня на столе такие замечательные слоники в честь этого повода. Я вообще обожаю животных и придерживаюсь такой позиции, что обитатели дикой природы должны жить в тех условиях, в которых родились. Наверное, поэтому я не особо люблю ходить в цирки и зоопарки. Но у нас есть еще один повод, который не стоит сегодня упускать – это Всемирный день эффективности. И хотя праздник неофициальный, на сегодня он очень актуальный. Да мне кажется, он вообще всегда актуальный. Его основная цель – привлечь внимание общества к важности организации производительного труда и повышения эффективности абсолютно любой деятельности. Мой коллега Рома Мерсояпов прошелся по нашему огромному холдингу, в котором на секундочку работает почти 300 человек. И узнал, что делают наши коллеги для того, чтобы быть, как говорится, в ресурсе. Давайте посмотрим. Тань, как всегда быть в ресурсе? Быть в хорошем настроении. Чтобы быть в хорошем настроении, нужно быть счастливым человеком. Чтобы быть счастливым человеком, нужно все свои проблемы решить. Та-дам-там-там! Привет, Кристина! Сегодня Всемирный день эффективности. Скажи, пожалуйста, как всегда быть в ресурсе? Нужно высыпаться. Если не высыпаетесь, то, в принципе, уже ничего не поможет. Ну, пришли вы на работу. Включите себе какой-нибудь бодрящий, хороший трек. Даб-степ. Ну, возможно. Кто-то, может быть, не знаю, не только включит и потанцует немножко. Можно с коллегами. Все, пять минут, и у вас настроение улучшилось. Я считаю, что нужно правильно завтракать. Если ты правильно позавтракал, то ты будешь эффективным весь день. Наверное, хороший коллектив, рабочий. Друзья, чтобы хорошо работать, нужно всегда хорошо отдыхать. Поэтому запомните, без хорошего отдыха не будет хорошей работы. Подписывайтесь, ставьте лайки и делайте колокольчики. К сожалению, я не располагаю такой роскошью и не имею в своем вооружении сил. Но единственное, возможно, что может помочь, это сон. Но в теории я это слышал. На деле, я не знаю, так как я мало сплю и много работаю. Нужно, во-первых, хорошо отдыхать. Я вот провела свои выходные в деревне, ничего не делала, только спала. Раза три собирала землянику и отдыхала. И у меня есть жизненные силы. Ну, а теперь настало время, чтобы вкусно покушать. Потому что завтрак – это неотъемлемая часть доброго утра. Шеф-кондитер и моя коллега Анастасия Семянова специально для вас подготовила рецепт вкусного блюда, которое очень легко приготовить. Давайте смотреть. Доброе-доброе утро! Поговорим о сыре. Самый известный сорт сыра в нашей стране, конечно, российский. Многие думают, что этот полутвердый сыр известен с давних времен, хотя на самом деле этот продукт советской эпохи. И разработан сорт был только в 1960-х годах. Однако сорт настолько прижился, что стал одним из народных продуктов. Не все продукты, поставляемые на рынок под видом сыра российский, имеют одинаковый состав и, соответственно, не все имеют право так называться. На что нужно обратить внимание при покупке вашего любимого сыра. Конечно же состав. В настоящем сыре не бывает растительных жиров. Цвет. Он должен быть ярким и равномерным. Глазки. У них не должно скапливаться жидкости, то есть сыворотки. И корка. Корка не должна быть сухой или покрытой плесенью. Ну а если вам утром совсем некогда готовить замысловатые завтраки, тогда вашему вниманию очередной завтрак на скорую руку из моего личного топа. И это сырные улитки. Раскатайте слоеное тесто. Самое главное, старайтесь использовать по минимуму муку. Иначе тесто вберет в себя лишнее и будет перезатянутое. Далее его нужно смазать томатным соусом. Например, я взяла свой любимый соус, в состав которого входит базилик. Вы можете использовать даже томатную пасту. Главное, добавьте в нее свои самые любимые специи, соль по вкусу, ну и соответственно, можно даже немного чеснока. После выложите карбонат, по желанию вы можете использовать любую колбасу. Выкладываем российский сыр толстым слоем, закручиваем тесто в рулет и нарезаем на розочки. Каждую смазываем яичным желтком и запекаем при температуре 200 градусов в течение 15-20 минут. В это время приготовим соус. Для этого просто смешайте 3 столовые ложки сметаны, небольшой пучок зелени и 1 зубчик чеснока. Добавляем соль по своему вкусу, после дополняем соусом готовые розочки и самое главное, наслуждаемся. Итак, дорогие зрители, вы же помните, что каждый день мы в эфире называем секретное слово, благодаря которому вы можете выиграть газонокосилку. Пришло время его назвать. И сегодня это слово «тучи». Слово «тучи» прям идеально подходит под погоду в Тюмени, согласитесь. Итак, ваша задача прямо сейчас набрать номер 218-200 без добавочного, назвать его и получить шанс стать счастливым обладателем газонокосилки. Итак, друзья, повторяю секретное слово «тучи». Номер 218-200 и обязательно следите за нашими выпусками, потому что завтра слово уже изменится. Чем больше вы их насобираете, тем выше шанс на победу. Ну а мы будем возвращаться к новостям. В Тюмени прошел фестиваль песен под гитару трели. Музыкальные посиделки организовали в туристическом комплексе «Сны леса». Гости фестиваля не только послушали любимые песни, но и насладились всеми прелестями глэмпинга. Веревочный парк, снегоболотоходы, современные тентхаусы и еще много-много всего интересного. Если вы любите отдых на природе, но еще не бывали в этом глэмпинге, скорее смотрите наш обзор. Уютные посиделки на свежем воздухе и под звуки гитары. Что может быть приятнее теплым летним днем? В туристическом комплексе «Сны леса» прошел бардовский фестиваль трели. Десятки тюменцев приехали, чтобы поделиться своим творчеством или послушать живое исполнение артистов под открытым небом. Мероприятие вообще сногсшибательное. На самом деле оно уже не первый раз проходит на территории глэмпинга «Сны леса». Поэтому я в этом году с семьей с огромным удовольствием сюда приехала и снова получаю огромное удовольствие от прослушивания этих песен. Тем более эти песни связаны с моей юностью. В туристическом комплексе регулярно проходят мероприятия различного формата. Детские мастер-классы, экологические и гастрономические фестивали. «Сны леса» стало местом притяжения тюменцев и гостей региона. Здесь есть все для комфортного отдыха. Благоустроенная территория, беседки, шезлонги и мангальные зоны. А для тех, кто приехал в Сосновый Бор с ночевой, имеются современные тент-хаусы. На территории нашего туристического комплекса находятся 10 тент-хаусов, 5 из которых 5-местных и 5 4-местных. Достоинство наших тент-хаусов в том, что они оборудованы как номер в отеле. Пойдемте, я покажу вам. Итак, мы находимся в 4-местном тенте. Он представлен двумя односпайными кроватями, а также раскладным диваном. Наш кухонный гарнитур оборудован техникой, такой как чайник и холодильник, а также необходимой посудой. Все наши предметы интерьера выполнены из природных материалов, а также мы используем текстиль, который изготовлен из льна. В тент-хаусе есть свет и, в общем-то, существует все для комфортного проживания. Интерьер тент-хаусов – творение тюменских дизайнеров и производителей. Пятиместные тенты разработали для отдыха с детьми. Они оборудованы ширмой, которая делит пространство на две комнаты. Здесь и расположилась Ксения и ее семья. Отдых в снах леса стал для них ежегодным. У нас компания 20 человек, причем мы второй раз уже приезжаем. В прошлом году были в это же время примерно, и в этом году решили повторить. Мы довольны глэмпами, довольны услугой. Потом, что мы можем сходить в баню компании, сходить покататься на сапах, когда хорошая погода. Прекрасный туркомплекс. На территории туристического комплекса масса развлечений. Для любителей активного отдыха прокатся бордов летом и снегоболотоходов круглый год. Вот на таком снегоболотоходе могут прокатиться гости комплекса. Поездка длится примерно один час по территории Соснового Бора. За руль этого агрегата пустят только с водительским удостоверением. Можно даже взять с собой ребенка, но если он достиг возраста 7 лет. Ну а если вы, как и я, не умеете водить, вас обязательно прокатит инструктор комплекса. Кроме того, в снах леса есть детская площадка и веревочный парк. Его протяженность 25 метров. Внутри 6 различных препятствий. В целях безопасности парк оборудован страховочными сетями и привлекает внимание отдыхающих всех возрастов. У меня дочка сразу вот сюда вот потянула, заманила меня, но я справилась. Это было, конечно, интересно. Я в таком не участвовала никогда. В снах леса любят животных, поэтому отдыхать можно даже с питомцем. Еще одно преимущество глэмпинга – расположение в черте города и водоем. Подробности об услугах, заселении и мероприятиях можно узнать на сайте snylesa.rf Все-таки я очень люблю наш город, и каких только развлечений у нас нет. Всегда можно найти какое-то интересное занятие. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться. Сходите налейте пока себе чашечку кофе или чаю, и буквально через пару минут я жду вас у экрана. И снова здравствуйте! Вы смотрите «Утро» на телеканале «Тюменское время». Сегодня с вами в студии я, Зина Калугина, и мы продолжаем. Будем переходить к любимой рубрике всех дачников, да и не только. Следующий материал будет интересен всем, кто любит цветы. Думаю, многим известно такое растение, как петуния. Сейчас оно стало очень популярным. Его высаживают не только на своих дачных территориях, но и часто такими цветами облагораживают город, балконы в многоэтажках, террасы. Но не все знают, как правильно ухаживать за петуниями. Моя коллега и ведущая программы «Удачная экскурсия» Таня Фридрих побывала в гостях у дачницы, которая подружилась с петуниями, научилась их выращивать и узнала все секреты этого красивого растения. И с удовольствием готова поделиться с вами. Давайте смотреть. Это один куст петунии. Вы когда-нибудь видели, чтобы так петуния по-королевски расцветала, разрасталась? Я никогда не видела. Как за ними правильно ухаживать? Ну, я покупаю торфограбал, потом покупаю удобрения осмокот и цион. И вот на этих удобрениях только выращиваю, потому что удобрения в пролонгированном действии. Петуния – это цветок, который любит пить. Петуния называется и обжорка. Он очень любит удобрения. Он без удобрения не даст красоты. Вот, допустим, такой куст. Ну, это вот начало, а вот будет такой. Ну, там, это все. Этот еще раз цветет, ну, в принципе, чтобы сравнить. А как часто вы под конкурс делаете? Вот рекомендации, там, раз в две недели. Ну, раз я пролонгированного действия, я его заложила вот в этот торф, туда перлита, и все. Это на весь сезон. Раз удобрение дорогое, сначала кажется людям, что, ну, намного дороже, чем, там, тысяча рублей килограмм стоит. Но я-то его заложила, и все, одна вода. Только полив. Полив, ножницы, руки и общипка. А как часто поливаете? Вот вы сказали, что любят петунии пить. Вот сейчас жаркие дни. До трех раз в день. Вот что? Да, вот я его поливала утром. И вот если сейчас посмотреть, там земля-то уже... Ну, влажненькая. Ну, она влажненькая, но ему этого мало. А еще надо поливать? Еще, да. Вот я его вечером буду поливать опять. А вы сказали еще, что вы обрезаете. А что вы обрезаете? Сухие? Вот эти... Общипку. А сухие, они должны обрезаться именно вот с чашечкой. Да? Не просто цветок, потому что там формируется семечка. Если оставить, то вся сила уйдет в образование семян, они в красоту. Я утром встала и говорю, доброе утро, моя любимая дача. Господи, спасибо, что у меня есть дача, что и мои цветочки есть. И я утром с молитвой хожу и обрезаю цветы, потому что у меня не хватает терпения у иконы стоять. И я это делаю вот с ними рядом. У батюшки попросила, он сказал, что в виде исключения можно. Да вы что? Это настолько у вас душа прямо. Да, вот прям она вот. Какая-то вот взаимово... Ну, я не могу объяснить. Мне так лучше. Боже. Мне прям легче. Они понимают, мне кажется. Да, конечно. Вы посмотрите, как ваши детки. Одно семечко. Все-таки лето – прекрасная пора. Столько красоты вокруг, а вкусноты еще больше. Только одна клубника чего стоит. Просто обожаю. Но, так как у меня нет своего дачного участка, как и у многих, естественно, покупать любимую ягоду чаще всего приходится в магазине или на рынке. Однако, не всегда покупка бывает безопасной. Врач-гастроэнтеролог Тюменского кардиоцентра Мария Ляпина рассказала, как выбрать хорошие ягоды, а я сейчас вам тоже это расскажу. Во-первых, отличительная особенность клубники – это яркий аромат. Знаете, такой прям настоящий, садовый, поэтому обязательно нужно этот аромат ощутить. Я, кстати, так совсем делаю и с ягодами, и с фруктами, и с овощами. Далее, не стоит брать ягоды с сухими хвостиками. Это означает, что они уже долго пролежали, а значит, быстро пустят сок и могут забродить. Также не лучший выбор – мятые ягоды с пятнами, так как в местах повреждений активно размножаются бактерии и грибки. И, кстати, кто не в курсе, клубника входит в число ягод, которыми легко отравиться. А все потому, что из-за отсутствия твердой кожицы она защищена меньше от воздействия удобрений и пестицидов. Самое главное – перед употреблением любой ягоды обязательно ее мойте. И желательно прям под горячей водой. Обязательно соблюдайте все эти правила, чтобы обезопасить свое здоровье и не тратить драгоценные летние деньки на лечение отравления. Кстати, еще один момент. Если вы моете ягоду, а именно клубнику или манлину, то старайтесь съесть ее сразу же, потому что эти ягоды хранить влажными в холодильнике, то они после этого начнут бродить, а еще хуже – покрываться плесенью. Поэтому, друзья, берем на заметку. Ну, а я продолжу рассказывать вам про события, которые случаются в нашем городе. И вот еще одно мероприятие, которое уже стало традиционным. Дружина Ермака. Это настоящий отдых по-русски. Рубка с шашкой, фланкировка, разные забавы. Моя коллега Ирина Сазонова побывала на этом мероприятии и готова предоставить нам видеоотчет. Смотрим. Люба, братцы! Фестиваль казачьей культуры прошел в Тюмени в минувшие выходные. Более трехсот человек собрались на базе «Хутор Кречет». Сегодня у нас прям такое полное погружение в казачью культуру. То есть любой желающий, дети, взрослые могут испытать на себе то, чем занимаются казаки. Испокон веков. Это, соответственно, традиционная воинская культура. Метание ножей, топоров, копий, стрельба из винтовки, стрельба из лука, верховая езда на конях, рыцарские поединки, борьба на опоясках, рубка шашкой, фланкировка шашкой, мастер-классы по декоративно-перекладному творчеству и концертная программа. На подготовку фестиваля ушло два с половиной месяца. Ради общей цели трудились около двухсот человек. Почти все – воспитанники спортивного клуба «Кречет» и их родители. За два с половиной месяца мы поставили заборы, интерактивные точки, бани, туалеты, администраторскую харчевню, сцена 6х8 высотой 5 метров. Завезли. Вот у нас бочка, если вы обратили внимание, которая фотографируется, есть 100 лет. Она у нас с Екатеринбурга прибыла, да. Поэтому колодец вырыли. В общем, очень много. Потрудились на славу. Специально для фестиваля пригласили обладателя звания «Клинок России» Дмитрия Жердева. Он дал мастер-класс каждому, кто решил попробовать рубить шашкой. Рядом проводили бои на опоясках. Победителю вручили живого гуся. А еще на площадке работала полевая кухня, ярмарка. Гости катались верхом. Участники остались довольны. Мы с удовольствием погуляли, посмотрели, поучаствовали. У нас очень много наций и очень богатый народ в этом плане. Мы, наверное, поэтому самые счастливые люди в мире. Мы должны поддерживать свои традиции национальные. Чтобы знали в России, что здесь такая национальность казачьей. На следующем фестивале организаторы планируют собрать еще больше гостей, чтобы казачья культура процветала в России. Так-так, пришло время еще раз назвать секретное слово. И сегодня это слово «тучи». Если вы еще не звонили и не называли пароль, то у вас есть время. Срочно берем свои телефоны прямо сейчас. Набираем номер 218-200 без добавочного. Называем словечко и получаем шанс стать счастливым обладателем крутой газонокосилки. Повторяю секретное слово «тучи» номер 218-200. И обязательно следите за всеми нашими выпусками, потому что завтра уже слово изменится. И чем больше вы их насобираете, тем выше шанс на победу. Ну а я еще раз напомню, что наш город очень богат на различные мероприятия. Даже когда на улице пасмурно и дождь, в Тюмени всегда есть чем заняться. Например, я занимаюсь танцами и вам советую. Все очень просто. Как их найти, вбивайте в любом поисковике «Танцевальные мастер-классы в Тюмени». И выбирайте то, что вам подходит. Я на днях побывала на таком мероприятии с очень крутыми хореографами, которые специально приехали с других городов нашей страны, чтобы потанцевать вместе с обычными людьми, с такими, как я и как вы. В общем, как это все было, давайте посмотрим. И если понравится, присоединяйтесь. Продолжение следует... Скажу вам честно, танцы – это совсем нелегко, но это так интересно. Ну и теперь настало время рассказать вам, чем можно занять себя этим вечером. По традиции я подобрала для вас парочку интересных событий. Сегодня в 7 часов вечера в Тюменской филармонии пройдет фестиваль «Музыкальная экспедиция». Этот фестиваль называют музыкальным чудом, а странников-музыкантов – музыкальными передвижниками. Суть уникального проекта заключается в том, что каждый год музыкальная команда экспедиции путешествует по новым интереснейшим местам России. И сегодня они в Тюмени. Как говорится, добро пожаловать в мир музыки, дорогие друзья. Ну а если вы любите рок-направление, то сегодня вас будет ждать с 5 часов вечера до 10 возле конторы пароходства концерт «Банды мастеров» – фест-фестиваль, посвященный дню рождения этой компании. Ребята решили поделиться этим праздником со всеми и, конечно же, познакомить народ с интересной музыкой. Ознакомиться с программой можно легко на сайте мероприятия. Ну а я напомню, что спонсор программы – аптечная сеть «Формленд». Покупки в «Формленде» стали еще выгоднее. В аптеках «Формленд» летняя фишка. Покупай в «Формленде», получай фишки, обменивай на подарки. Подробности в аптеках и на сайте farmlend.ru Ну и, конечно же, как еще раз не напомнить про погоду в нашем городе. В ближайшие дни во всей Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Будет облачно, ветер, временами дождь. Температура воздуха в течение дня от 7 до 10 градусов. Поэтому одеваемся, друзья, как я уже говорила, потеплее. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь, потому что впереди еще больше интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!